Доброе утро, это Оля Марами. Я уже нашла для вас много увлекательного. Пристегнуть ремни, поехали. Найден еще один секрет популярности в интернете. Берем шарик из никеля, разогреваем до высокой температуры. Желательно не на газовой конфорке, а вот таким необычным способом. Внушительный кусок льда должен быть готов заранее. Опускаем шарик на поверхность ледяного куба. Ничего неожиданного не происходит, но сам аттракцион такой зрелищный, что количество просмотров этого ролика зашкаливает за 3 миллиона. Trip to Mexico. Так назвали свой фильм любители путешествовать Эндре Джулиан и его жена Маргарет Джулиан. В декабре они отправились на Байя-де-Бандерас в Мексике. Какие впечатления у них остались, можно судить по этому ролику. Да, поездка в теплые страны зимой – это всегда беспроигрышный вариант для тех, кто хочет разогнать хандру, развеять скуку и зарядиться новыми впечатлениями. Играть в снежки полезно для здоровья. Но бросаться ими в незнакомых прохожих было бы сущим хулиганством, если бы не было чистым розыгрышем. Кто-то сильно пугается, кто-то не успевает этого сделать и идет дальше по своим делам. Но большинство людей, как видим, вполне довольны своим постно-шоковым состоянием. Запомните это имя – Анна Олсен. Ей принадлежит самый запоминающийся засчитанный мяч в истории баскетбола. С одного конца площадки на другой – скок-поскок, и он в корзине. Анна принесла своей команде победные три очка. Как говорит сама девушка, это получилось не случайно. Она рассчитывала именно так забить решающий мяч. Но ведь есть люди, которые просто не могут промазать. Иногда такими рождаются. Как этот полуторагодовалый мальчик по имени Тит. Талант его открылся случайно. Но как только это произошло, родители буквально окружили его соответственными спортивными снарядами. Как будто боятся, что Тит забудет то, что умеет делать лучше всего. Тит-тит-тит-тит-тит-тит. Ну а если вы не родились таким ловким, два-три часа ежедневных тренировок в течение нескольких лет могут сделать вас вот таким снайпером. Повезло парням, снявшим это видео вот так просто застать на пляже самого Бекхэма, который не прочь попинать мячики. И спасибо им за то, что выложили запись в интернет. Прославленный футболист, кстати, недавно снялся в двухминутном фильме Гая Ричи, где демонстрируют не только футбольные таланты, и не только спортивные. Да, бег по пересеченной местности, плавание, и он сам, как есть Бекхэм. Продолжение следует... Каждое утро на пятом все интересное, что появилось в сети за сутки. С вами была Оля Марами. Отстегнуть ремни.